Вагон Вагон Только три дня назад прилетела Из Курска Из далёка Наверное, после института или техникума Да, я фельдшер Какая у вас неприветливая природа Очень угрюмая, угнетённая какая-то Вон, посмотрите на эту рощу Кажется, что деревья пытались бежать отсюда Но какая-то злая сила настигла их Вот так и остались они с распростёртыми от ужаса ветвями Это работа холодных морских ветров Знаю Из школьных учебников об этом знаю И что вас забросило сюда? Даже не могу сказать Я далеко не романтик Но когда распределяли, выбрала Сахалин Может быть, такое решение было вызвано Желанием увидеть этот суровый край Моя подруга уже два года работает в Ахе Она всё время звала меня Очевидно, это сыграло свою роль Но я, повторяю, не романтик Я не любила ходить даже в туристские походы Всегда предпочитала стадион и плавательный бассейн Куда же вы едете? Я еду в посёлок Бурильщиков Одного из первых на Сахалине участков глубокого бурения О, там прекрасные условия Газ, паровое отопление, водопровод Совсем как в Москве Да Девушка посмотрела на меня И снисходительно улыбнулась После разговора она показалась мне Несколько капризной, взбалмошной Всю жизнь прожившей под крылышком у родителей Таких ещё нередко можно встретить Приехав на Сахалин по распределению Они быстро разочаровываются И находят причины, чтобы вернуться обратно Перед остановкой, на которой мне надо было выходить Я задал девушке вопрос, который обычно задают Всем приезжим при знакомстве А вы долго думаете работать здесь? Проработаю зиму, а там будет видно Вообще-то заключила договор на три года Так я встретил её в первый раз И тогда даже не узнал её имени Прошла длинная Сахалинская зима А весной я неожиданно опять встретился с той девушкой Я приехал в нихвинский посёлок Пильтун В этот же день там произошёл несчастный случай Мой друг Ковгун наткнулся на охоте на голодного медведя Неудачный выстрел чуть не стоил ему жизни Израненный зверем Он всё же собрал последние силы И ножом нанёс ему смертельный удар Возвращавшиеся из тайги охотники Привезли Ковгуна на нарте Поселкового фельдшера в это время на месте не оказалось Он находился в районном центре А было совершенно ясно, что без медицинской помощи Ковгун долго не протянет Так как потерял много крови Которую и сейчас не могли остановить Врача или фельдшера можно найти в посёлке Боровиков Везти туда пострадавшего на нарте За двадцать километров, да ещё через залив Невозможно Вообще переезжать на нартах было рискованно Ожидался ледоход Широкие трещины уже во многих местах избороздили лёд А тут ещё надвигалась ночь Старый каюр Полун Долго раздумывать не стал Помогите, помогите запрячь собак И дальше события происходили с невероятной быстротой Лай собак и стук в дверь среди ночи Разбудили фельдшера Узнав о случившемся Девушка без колебаний решила ехать Луны не было Ехали в темноте, как с завязанными глазами Полун кричал на собак, и те быстро мчали нарту На заливе стоял гул и треск Это появлялись новые трещины на его панцире Умный передовик уверенно обходил полыньи Упряжка дружно шла за вожаком И часто нарта перелетала через трещины Вот в темноте показались, наконец, огни пельтуна Осталось немного Три километра Но в его нарочито бодром голосе Прорвалась нотка беспокойства Его тревожила широкая трещина вдоль берега залива В прошлый раз Полун удачно переехал ее Но что теперь ждет их? Вдруг упряжка остановилась Каюр резко всадил в лед тормоз Чтобы нарта не наехала на собак Вожак виноват и заскулил Полун подошел к трещине Черная вода плескалась у края льда Что случилось? Совсем беда Лед ходить начал Здесь совсем вода Около двадцати метров будет Что вы говорите? Налево вода Направо вода Ай, умрет Хороший охотник Совсем ему худо Вдруг старик вздрогнул Послышался всплеск воды Вроде нерпа плюхнулась в воду со льда Ай, ай-яй С ума сошла Ай-яй-яй-яй Вода обожгла тело девушки От жгучего холода захватило дыхание На вытянутой руке Держа санитарную сумку над головой Девушка другой быстро подгребала Через несколько секунд Она взобралась на кромку льда И, не задерживаясь, побежала Побежала быстро и резко Побежала так, будто только что Прозвучал выстрел стартового пистолета Бежала, перепрыгивая через трещины Наконец она на берегу Через кустарники и бугры Бросилась к селению Спотыкаясь, падая И вновь подымаясь Ночной поселок встретил ее Дружным лаем привязанных к олеям ездовых собак Сразу отворились двери нескольких домов Где пострадавший? Когда она вошла в просторный дом Людям показалось, что их посетило Ледяное привидение Подбросьте в печь дров Подойдя к столу, она открыла сумку Достала инструменты и поставила их кипятить на печь И только потом Стала раздеваться Женщины помогали ей Снять обледеневшуюся Одежду Утром Я пришел Навестить колгуна В доме было много народу Мы разговаривали полушепотом Девушка-фельдшер Спала на кровати Хозяев Заботливая рука хозяйки Накрыла ее теплым одеялом Весь перебинтованный Ковгун Увидав меня Попытался улыбнуться Его улыбка говорила Как глупо я пострадал Затем он глазами Показал на спящую девушку Вот она меня спасла А через час Весь поселок выбежал на улицу Прилетел вертолет Прибывшая женщина-врач осмотрела ковгуна И сказала, кивнув на фельдшера Не надо будить девочку Видно, она очень устала Написала ей записку И оставила на столе Ковгуна увезли Только в третьем часу Пополудни Проснулась девушка И я узнал в ней Свою попутчицу Мы встретились Как старые знакомые Тут я и узнал Что ее зовут Людмилой А попросту Милой И что она работает В поселке Нефтяников Мы долго сидели на берегу И любовались природой Освобождающейся от оков зимы Льды наползали друг на друга Образуя торосы Над заливом стоял Неумолкающий гур Иногда огромные льди Размером в несколько домов Вдруг поднимались И с грохотом падали Разбиваясь на сотни глыб И кусков По-моему, здесь остаются жить Только те Кто находит в себе Достаточно мужества Чтобы преодолевать Трудности и неудобства Обыденной жизни Эти люди находят Радость и смысл жизни В борьбе с природой Через два дня Ее на лодке Отвезли домой С этой лодкой Вернулся в Пельтун И старик Полун В третий раз Я встретился с Милой В конце лета И опять В поезде В вагоне было Несколько молодых людей Очевидно, недавно Приехавших с материка Увидев меня, Мила пригласила Сесть рядом Познакомьтесь Это мой муж Мы вроде знакомы Это был Виктор Иванов Известный в районе Бурильщик Ударник коммунистического труда Я поинтересовался Куда они едут На материк В родные места В отпуск едем Мы весело беседовали Когда к нам подошел Встроенный парень Он непринужденно Поддержал наш разговор О жизни О завтрашнем дне Сахалина Молодой человек Попросил рассказать О Сахалине О нефтяниках О достопримечательностях Острова Мила охотно Отвечала на его вопросы И сама расспрашивала о многом В том числе И о модах Нынешнего сезона Наш новый собеседник Оказался выпускником Московского нефтяного института В их разговоре Я услышал вопрос Заданный Милой И долго вы думаете Работать на Сахалине? Не знаю Проживу здесь зиму А там видно будет Вообще-то я заключил договор На пять лет Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Продолжение следует...